Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Сегодня у нас на канале всеми любимая вами рубрика Покупки в Костко. Но не это самое главное. Самое главное то, что мы получили кешбэк из Костко. За прошлый год? За 2021. В начале каждого года нам приходят два кешбэка из Костко. Одна на кредитную карточку, а вторая на мембершип карточку. Членская карточка, да. Получается из двух источников. Сколько у нас там из мембершип членства 2% от покупок в Костко, идет. А бензин, по-моему, побольше. Я уже не помню. На бензин, по-моему, 4%. Возврат. На покупки в Костко там что-то, то ли 1%, а 2, наверное, процента. Если кредиткой платишь где-то еще, то 1%. То есть везде какие-то проценты приходят и для тех, кто не знает, вдруг кто-то не знает, что такое кешбэк, это когда возвраты... Поверь мне, все знают. Все знают, да? Но мы были шокированы суммой. Мы в прошлом году объективно много тратили, но очень много. И много бензина тратили. И холодильники, и техника, кровать, все такое. Сумма. Смотрите, сумма. Я заклеила здесь, чтобы не было виды циферок. 407 долларов и 778 долларов. Такая сумма у нас возврата, и мы можем теперь их потратить в Костко или забрать наличные. У нас даже 470 вместе никогда не было. Не было, по-моему, в прошлом году под 500. Да? Да. А такой суммы никогда не было, поэтому мы сейчас поедем в Костко. У нас большие потребности, большие нужды в плане там мебели, ковров, всего такого, там техники какой-то еще. Сейчас пойдем в Костко и посмотрим, на что можно будет это потратить. Будем сейчас спускать больше тысячи. Если, еще один нюанс, если просто вот банально мы приедем в Костко и там нечего взять, ну бывает такое. Можно просто прийти на кассу и сказать, дайте нам наличность. И вам тут же выдадут по вашему... Сколько там? Почти 1200 получается, да? Около 1200. Да, почти 1200 долларов. Короче, мы едем сейчас в Костко, будем покупать все, что нам необходимо в дом, все, что нам на глаза попадется, да? Да. А если не потратим 1200, то... Нет, ну мы столько все равно не потратим. Нет, ну хотя бы... Попуть. Я не ожидала. Ты чего? Наверняка у зрителей возник вопрос, откуда такой большой кешбэк. Мы все-все вот при переезде оплачивали кредитной карточкой из Костко и даже мебель. Все покупки в новый дом, да, Вов? У нас вообще, мы все полностью оплачивали кредитной карточкой из Костко. Весь переезд, вот мой переезд, за бензин, я там за еду, за гостиницу, вы за гостиницу, вы за самолеты. Все-все-все-все платили. Потом, когда сюда приехали, у нас затраты многократно выросли. Ну, конечно, не многократно, но все-таки кратно. Мы в дом покупали, вот сколько мебели, мы все этой карточкой оплачивали. Не важно, что она Костовская, мы можем платить ею везде. Поэтому вот так вот выгодно кредиткам пользуются. Главное условие, что мы их выплачиваем тут же. Вот мы, допустим, купили диван в Костко, да, там за две тысячи, платили это кредитной карточкой, потом пришел счет, и мы его полностью выплатили. Вот это вот главное условие, да? Таким образом мы не платим никаких процентов. Таким образом мы чужими деньгами попользовались, получается, месяц-полтора. Ну, даже некоторые, меньше месяца. Потом их вернули, и нам за это еще процент дали. Вот такая вот хорошая система. У нас начало марта, получается, а на улице температура 70, сколько это там в этих... 21 градус, но это только утро, 10 часов утра. Сегодня у нас будет там за 80, и дети со школы хотят прийти и покупаться фонтанчиком, пускаться уже водой. Начало марта. Мы просто в восторге от этого, климата, от этой погоды. Никита огорчился. Вчера я его с его занятий везу. Он говорит, сейчас я под фонтанчиком. Я говорю, да уже холодно. И он так обиделся. Ему так хотелось под фонтанчиком. Ему пришлось после школы на карате идти, и он не успел искупаться в фонтанчиках. А Лиза искупалась. Так, ну еще немножко забыла сказать про членскую карточку. С ней мы тоже кешбэк получили, 407 долларов. Это за каждую покупку в Костке. То есть, получается, проценты шли за каждую покупку и на ту, и на другую карточку, на две карточки. На членскую, на кредит. Четверг. Сегодня четверг? Не знаю, да. Четверг утро. Народу полно. Костка всегда людей полно. Не важно, какое-то... Садры цветы. Деревья как-то есть. Что-то есть что-нибудь на сейле на входе? О, мой любимый крем. Он мне пока не нужен. 32 доллара. Так, мы сейчас сразу идем. Все для дома, мебель, вот туда. Мы сразу на входе увидели в холодильнике какие-то полуфабрикаты костовские. Они всегда очень вкусные, их делают на сейле. 15.62, минус 3 доллара скидка. Там хоть что-то с мясом какое-нибудь есть? Нет, там сыр и зелень, и лепешки какие-то. Давай возьмем, попробуем. Дети наши любят сыр. Лепешки и сыр. Так, и вот какие-то тут вкусняшки. Сразу по 7.49. Печенье со скидкой. Давай возьмем. Давно уже не брали печенье с шоколадными чипсами. Хотя этого списка у нас не было, но мы сейчас по пути наберем. У нас в конце концов кешбэк. Так, вот смотри, грильницы. Это нам слишком дорого, да? За 1000 грильницы нам, мы в Хомди подешевле купим. И уличная мебель меня интересует, но здесь она тоже дорогая. Есть вариант забрать деньгами и в Хомди покупать значительно дешевле и поменьше, потому что это огромное. Отличная реклама, да? Ага, отличная реклама. Сейчас будем идти по рядам и смотреть, что нам нужно, что не нужно. Ну, стараться не набирать ненужное. Или если будем знать, что где-то дешевле, лучше деньгами забрать в Костоке опять. Слушай, а вот это что это? Пластик. 239 долларов. Я думаю, сначала что-то грильница какая-то. Нет, это что-то другое. Это типа раковины, наверное. Да? А не холодильник это? Может, это кулер какой-то большой? Да, написано кулер. Это холодильник. То есть с собой брать куда-то на природу. Туалет насыпаешь и огромный такой кулер для парка, для вечеринок, для праздников. А у него два разделочных стола. Нам не нужно, у нас есть кулер. Пошли дальше. 1300. Мебель на патио. Но я не хочу стол и стулья. Я хочу диванчик и маленький столик. Ну, диванчик, кресло. Хотя вот эта штука хорошая за 1300. Мы собираемся на патио не сидеть за столом, а больше как бы отдыхать в кресле или на диванчике. Кстати, вот эта штука хорошая, но в ближайшее время, я думаю, она не актуальна. Это, наверное, для патио, как ее, спираль, батарея, да? Да, обогрев, да. Или это освещение? А это обогрев. Обогрев, да. Там он спиральный, видишь? Странно, что они его сейчас весной продают. Это надо было зимой продавать, а сейчас-то уже тепло на улице. Кстати, вот эта вот вешалка, я на нее смотрю, смотрю. Что-то как-то, сколько у нее здесь этих адгеналочек? Где много? Шесть. А, еще на той стороне, да? Девять штучек. Просто нам явно категорически не хватает. Но это в зимнее время года какой-то для одежды, для верхней штуковин. Но, наверное, нет, да? Куда ее ставить у нас там? Есть только в гараже. Сейчас зритель, значит, уже сердится. Да купите вы что-нибудь. Здесь где-то ковры должны были бы быть. Нам нужен ковер в первую комнату, вот эту, которая столовая, которую мы не будем использовать как столовую. Что-то мы как-то это... Раньше я здесь видела много мебели. Сейчас нет ни мебели, ни ковров толком, ничего нет. Ну, сейчас вашей мебели такой, внутренней, домашней нет. Да, нам нужны вот эти вот найтстенды, это прикроватные столики, наверное, по-русски. Почему они? Что-то здесь даже цен не видно на них. Они без цен. Они не особо нам подходят. Вот что. Были бы немножко хотя бы другого оттенка. Так, ну вот еще какая-то грильница за 700, да? Ну, мне кажется, что в этом Home Depot можно за эти деньги вместе с коптильницей купить, да? Грильница неплохая, но, наверное, все-таки мы будем в другом магазине смотреть ее. Грильница нужна обязательно. Это значит, Коля будет много готовить, и мне будет легче жить. Так, пока что мы из 1200 потратили только на эти две коробочки, да? Мы зашли в холодильники. Нам нужен второй маленький холодильник. Узкий, высокий какой-нибудь холодильник. Мне морозилка не нужна. Морозилки хватает за глаза. Вот, ну это какой-то громадина, да, за 800? Большой. Ну, нам его некуда ставить такой большой. Я думала узенький какой-нибудь, совсем узкий, чтобы... Надо на онлайн искать. Да нет, у них здесь раньше продавались узкие холодильники. И я думала, получим кешбэк и зайти посмотреть. Потому что холодильник, нам сейчас тепло становится, и холодильника нам явно не хватает одного. Дело в том, что сейчас, ты правильно говоришь, становится тепло, и мы больше будем мороженое всякое покупать. Хватит тебе этой... В морозилке у меня еще куча-куча места. Вот здесь раньше прям стояли узкие холодильнички. Я хотела на них посмотреть, и нет сейчас. Так, ну и зашли в технику. Мне, в конце концов, надо себе купить какой-то этот блендер, миксер. Но только не вот за 320. Нужно что-нибудь дешевле. Вот на этих цена так и не падает, да? Да, по-моему, даже дорожает. Когда ты приехала, такая же была цена на него до сих пор. Мне он не нужен. Слушай, может, мы не тот Костка приехали. Как-то в этот, если как-то пустовато. Какой-нибудь вот такой самый простой нужен. Вот у нас был такой. И чтобы делать коктейльчики, его достаточно. Нам не нужен супермощный. За 80 или вот этот вот какой-то на сейле, да? Я такой бренд даже не знаю. Ну, три баллы какой-то. Мне кажется, просто надо купить уже, да и все. Сейчас это стекло или пластик? Пластик. А не все пластик. Нет, это стекло. Да, я думаю, вот это надо брать. Вот этот, он проверенный. Он у нас вот сколько его, сколько он был, он делает свое дело. Недорогой нам ничего и не нужно дороже. Это нормальный. Мы идем в различные тренажеры. Слушай, мы явно не в тот Костка приехали. Потому что здесь, я что-то вообще ничего не вижу. Нет, нам нужно Электрико. Это велотренажер. А нам нужна такая фигня, которая у нас была в этом. Спать, они тоже велотренажеры. Все, здесь больше других нет. Что, нам в другой Костка надо ехать тогда, да? Пошли дальше пройдемся. Тренажер нужен для нас, для старших детей. Да, потому что у нас вообще негде ходить в нашем там районе. И дети очень много сидят. Нам нужно обязательно купить какой-то тренажер. И я думала за эти деньги купить. Но я почему-то здесь ничего не вижу. Короче, мы здесь ничего не нашли. Всегда в Костка видели вот эти здесь Электрико. Всегда продаются. А сегодня нет вдруг. Что-то сегодня прям явно не способствует нашему шопингу этот ассортимент в Костка. Нам нужно что-то там, ковры какие-то, да? Здесь я что-то не вижу. Обычно всегда стоят у них ковры. Сейчас я не вижу. Вон уличные есть ковры. Уличные. Нам нужны такие, домашние. Зашли в одежду для мальчиков. И увидели наборы. Но здесь самый большой размер 7 лет. А нам нужно 8. Наборы классные. Келлин Кляйн. Получается 2 таких футболочки. И шорты. Но я вижу, что она Никите как раз. На этот сезон еще нормально бы. 20 долларов. В принципе, неплохая цена. Никите сейчас нужно освежить немножечко гардероб. Поэтому возьмем. Так, увидели еще наборчики. Здесь получается по 3 футболки. Но они синтетические. Но хорошего качества. Такая хорошая синтетика. Дышащая. Есть побольше, кстати. Есть 10 и 12 даже. Ему 7,8. Никите, достаточно. Он тоненький у нас. Вот этого было бы достаточно. Но я не знаю, что-то не хочется синтетику брать. Получается здесь 3 маечки. Такая просто синенькая и серая, да? Да она такая, малышка. Причем прозрачная. Да ну, не. Хлопок всегда лучше. Здесь сейчас влажно будет. И потеть будем. Поэтому не нужно. Сейчас мы направляемся в отдел, где все для улицы, для газона. Нам нужно заниматься газоном. Тут даже газон есть. Газон, да. Искусственный. Так, нам нужно заниматься газоном. И нам нужны различные удобрения и гербициды против сорняков. Нужно, короче, обрабатывать. Они обычно дорогие. Долларов 40-60 где-то стоят. Вон, 53. Вот такой мешочек. Вот виденфит. Вот это нам надо. Мы всегда этот берем. Здесь и удобрения, и здесь гербициды от сорняков. Чтобы у нас газончик был красивенький, хороший. Поэтому берем за 53 доллара. Мы в Спокине такую покупали. В прошлый раз за 34. Но он был на сейле. У них бывают скидки на них. А сейчас нет скидок. У меня было столько планов всего купить. Вот этот Элептикл. Как он грильница на улице. Что-то вообще ничего нет. Ковер даже хотела купить в этот. Даже ковра нет. Знаете, что такое? Это прокладка. А, между землей и... Между землей и... Если грядку делаешь, да? Грядочку, да. Кстати, хорошая штука. 37 долларов. Возможно, надо будет подумать. Нам нужно будет какие-то грядочек несколько сделать. Ой, слушайте, гляньте. Я в первый раз вижу здесь вербу. И к тому же она посажена, как комнатное растение. Такая мягенькая. Мне нужен какой-нибудь цветочек большой, но я хочу пальму. А вербу не хочу. Короче, получается, что мы ничего не нашли из того, что мы хотели купить в Ковску. Какой-то это шеппинг. Мы ходили вокруг этих вещей, облизывались и говорили сами себе. Ну, между собой. Получим кэшбэки, все купим. Нечего покупать, все забрали. Странно. Так, ну, мы сейчас продукты быстренько возьмем. У нас небольшой список совсем. Давай картошку любую какую-нибудь возьмем. Такую, как всегда, берешь, желтенькую, да? Мы после еще заедем в Сэмсклаб. Допустим, вот тот же Цезарь взять. Вот. Он там ровно в 4 раза дешевле. Так, зашли в холодильник, увидели клубнику. У нас дети что-то в последнее время жаждут клубники. 4,99 за 2 паунта друговато, но можно хотя бы одну взять, упаковочку. Взял, да? Возьмем хлеб. Можно серый, можно такой цельнозерновый, а можно просто белый. Давай, наверное, возьмем такой. 5. Вот такой, с розмарином. Он вкусный. Ну, эти маленькие какие-то, вот эти вот большие. Ну, хорошо, возьми большой, а мы потом еще в Сэмсклаб заедем, там тоже что-нибудь купим. Он теплый еще. Тепленький, да, бери. Сейчас возьмем курицу уже без костей, без шкурки. Крылышки, да, давай возьмем, потому что у нас хорошенько идут крылышки. Я их запекаю, вкусные такие, дети любят. Почему у нас очень маленький список с продуктами? Вова недавно ездил, все купил. Поэтому у нас сегодня не будет большой шопинг с продуктами. Так мы по большому счету сюда и не за продуктами ехали, а вот за этими вот вещами. Да, нам нужны вот эти вот мусорные мешки. В прошлый раз мусорные мешки вот эти мы покупали, когда переехали в Спакене в рент из апартмента. И вот, представляешь, мы сюда приехали, у меня еще до сих пор там несколько мешков есть. Десять лет коробка? Ну, пора. Девять лет. Получаются такие вот огромные мусорные мешки. Минут 50 галлонов. Да, это очень большие, для мусора, туда даже кресло может влезть, да? Ну, мы вещи из Спакена некоторые в эти мешки запакованы, помнишь? Ну, и так как у нас наступили жаркие денечки, нам надо взять мороженое. У нас есть в холодильнике сумка-холодильник. Можно вот это мятное взять, попробовать. Вот это, ну, оно так дорогое. Ну, давай, правда, разочек возьмем. Оно очень дорогое, 15 долларов за 12 штук. Оно в натуральной кожуре. Из-под лимона, игры, фрута, кокоса. И в каждом из них вот вкус именно того, чья кожура. Очень вкусное. И вот это мятное мороженое очень вкусное с шоколадом. Хватит, думаешь, да? Ну, давай еще такое возьмем. Давай, вот это вкусное. Оно, вот это подделка костка, вот это. Вот это очень хорошее мороженое. А это абсолютно точно такое, чтобы дешевле. А я не то взял, я хотел вот то. Ну, и хорошо, что ошибся, потому что здесь, смотри, здесь 18 штук за 8,99, а здесь 15 штук за 12,39. Состав абсолютно одинаковый, вкус абсолютно одинаковый. Ну, что такое взять еще? Кстати, вот мороженое хорошее. Это обычное ванильное, оно хоум стайл такое, как пломбир советский. Ну, если хочешь, бери. Два по полгалона. Но у нас все в пакет в том, не по месяцу. Или по месяцу. Не знаю, смотри сам. Давай рискнем. Дети обморожен... Здесь 4 килограмма. Это очень хорошее вкостко мороженое. Оно прям как советский пломбир, точно. Ну, есть еще вот такое. Ну, это там состав ужасный. Нет, идем через полуфабрикаты. Ну, совсем нечего взять. Уже, да, возьмем. Орочек чекен. Курицу сладкую, апельсиновую. Курики завернутые берем? Ну, давай возьмем. Уже давно не брали. Что-то из полуфабрикатов надо взять. Купим грильницу, будем покупать уже котлетки для этих. Для гамбургеров. Котлетки можно сейчас купить, потому что грильницу мы купим. Давай возьмем. Потому что я думаю, что мы грильницу в субботе точно купим. Да? Ну, давай, да. Ну, либо в субботу. Так, ну, мы, наверное, не в том отделе, да? Да. Подошли к котлеткам для гамбургеров и поняли. Распокиняли были по 18 долларов. Да, и то ли это здесь дороже, то ли подорожало все. Кстати, цены на продукты сильно дорожают. Хоть и говорят, что инфляции нет, но цены растут очень сильно. Поэтому надо и булки тогда купить. Ну, булки там, где хлеб. А, окей, пошли. С Покинем эти котлетки покупали по 17,99, а здесь взяли по 23,99, да? Разница. 5 долларов. Возможно, это просто из того, что местности разные. Здесь все-таки на что-то, но дороже цены на продукты. Видели, сырные палочки возьмем. Одну и то же снимаем, одну и то же берем. Дети просят что-нибудь другого. Ну, и плюс мы стараемся готовить, я уже сама стараюсь готовить что-нибудь уже другое. Давай сейчас йогурты посмотрим. И здесь где-то пицца из цветной капусты. Такая полезная, хорошая была на сейле. Надо найти. Смотрите, что я нашла. За 14 долларов похож на наши эти русские, как раньше были, сырки, как забыла, такие с творогом внутри. Как они назывались? Глазированные? Да, да, да. Гляну, посмотрю, очень похож. Может быть, взять детям попробовать? С клубникой, с персиком и с блуберрис, да, получается? Кето-френдли, то есть мало сахара. Значит, наши дети, скорее всего, не будут. Ну, попробовать хотелось бы взять. Может быть, не сегодня, но когда-нибудь попробуем. На сейле будут, когда... Так, а йогурт ты имела в виду? Нет, обычный, вот в какой-нибудь активе. Вот этот какой-нибудь взять. Ты имеешь в виду детям пить его? Обычный йогурт. Вот этот берем? Да, активе возьму. Они не едят этот греческий, я не знаю, что с ними сделать. Они любят вот такую вот фигню. Что, называется, что вкуснее и повреднее. Так, вот эта пицца, про которую я говорила. У нас ее некоторые члены семьи любят, сознательные, Лиза и Никита. А старшие фыркают. Светная капуста, там из цветной капусты коржи. Так, нам нужно здесь найти хэви-крим, вот эти жирные сливки. А вот смотри. Здесь только хэви-крим есть. Я их взбиваю с сахаром, получается. Раньше вот такие покупала из баллончика. А потом, когда взбила, сама с сахаром. И дети с клубникой так прям любят есть эти сливки. Их взбивать всего там несколько минут. А дальше у нас булки, да? Да, булки и хлеб тостовый для тостов такой. Да, вот эти самые обычные с тмином булочки для гамбургеров. Ну, хорошо, что не 24, а 12. Они такие с тмином. Обычные булочки для гамбургера. 2,89. Что-то такое супер дешево. Давай посмотрим хлеб тостовый белый. Нет, мы белый взяли, значит серый нужно. Цельнозерновой. Что, блин, цельнозерновой? Что-то еще дороже. Куда дороже-то, а? Все подорожало. Все подорожало. Ребят, цены выросли на продукты очень сильно. Все дороже-дороже. Может быть только это в этой местности. Может покинет там все по-прежнему демократия и социализм. Так, вот он этот барбекю-соус для крылышек. Я сначала запекала крылышки, потом смешиваю с этим соусом. И получается такие классные остренький соус немножко добавляю. Получается крылышки в барбекю-соусе. Так, если мы сейчас поедем в другой магазин, так там хлеб и купим. Да, потому здесь очень дорого хлеб. Отдели, наверное, розовые эти. Потому что я наклеила розовые штучки. Так, сейчас Вова будет расплачиваться вот этими ваучерами. Видите изумленное лицо папы? Мы увидели женщину с коврами. Мы уже их нигде не видели. Может, у нее где-то придержали? Я не знаю. Может, она купила онлайн, а здесь... Так, 437 долларов и такси 12 долларов, да? Значит, нам сейчас 770 долларов где-то или 750 кеша мы вернули. Наличие нам дадут. Нам сказали посидеть, потому что сумма большая и нам дадут чек. Не деньги, а чек банковский. Мы могут столько кеш выдать. Она говорит, я должна позвать большого менеджера, который выпишет вам чек. Сейчас, короче, мы заплатили все одним... Одним чеком и чуть-чуть приплатили. Еще 30 долларов я сверху доплачу. А другой чек, 778 долларов, выпишет чек. Выпишет банк. Чек от Костка, который мы сфотографируем своим телефоном и отошлем в свой банк. Друзья, реально выписанный от руки чек. Настоящий банковский. 770 долларов 69 центов. Интересно. У них часто такое бывает, такой возврат. Нас так досматривали на выходе. Вот в споте я никогда такого не... Да и здесь нас никогда так не смотрели. Воруют, наверное, много. Проверяли. Каждый предмет пересчитывала. Вот у нас сумочка из Lidl для мороженого. Надеемся, что оно доживет. Долго ждали чек. И мороженое уже подтаяло. А нам еще нужно в Сэмск-Клаб ехать. Получается, что воруют, наверное, очень много. Или в последнее время начали воровать много. Или здесь, в этой местности. Так, ну так прям тщательно проверяют. В Спокине ни разу не смотрели, не сопоставляли содержимое чека и содержимое коляски. В Спокине всегда смотрели буквально поверхностно. Да, бросили туда взгляд, бросили в ресит. Чисто символически все это было. А здесь, ну прям совсем она лазила, все ковырялась, что-то смотрела. Да, я не знаю, сказала ей или нет. 435 долларов, да, Вов, за это все заплатили? Да. Заплатили как? Можешь сказать, что у нас покупка бесплатная, да? Да. Однозначно. Все, вот это у нас вышло нам бесплатно. Ну что, друзья, у нас уже сегодня следующий день. Вчера мы не попали в другие магазины, не в Сэмс Клаб, еще там мы хотели заехать. А ты скажи, почему? Мороженое. Мороженое понабрали кочу, а жарко на улице, и не поехали в другой магазин, потому что испугались, что сейчас все там порастает. Жарить было страшно. Да, мы вышли, настолько было жарко вчера, что решили поедем домой. Мороженое купили долларов на 50, наверное, да? Или больше. Вот, решили не терять 50. С голодного края мороженое увидели, накинулись. Ну, просто жарко. Они ехали в автобусе со школы, все запарились. Было очень вчера жарко, и поэтому они на мороженое накинулись, хорошенько поели мороженое вчера. Вот, поэтому мы сейчас едем в Сэмс Клаб и сделаем там какие покупки у нас остались. Ну что, мы приехали в Сэмс Клаб. Сейчас сначала пойдем на, как сказать, в кастомер-сервис, чтобы получить наши карточки. В последний раз, когда мы здесь были, мы снимали видео, нам не выдали еще карточки. Сейчас пойдем, получим карточки членства. Карточки нам не выдали, сказали, карточек нету. Взяла у них вот эту брошюрку на кредитную карточку. И в магазин, глянь, 5% на бензин везде возврат, представляешь? И 3% на покупки здесь. Прям все как в Костка, да? Украшения, телевизоры, все как в Костка. Да, ну вот, 2 600, ну очень дорого. Нам не нужен такой большой набор. Нам вот буквально нужен один диванчик и кресло, или угловой, и столик, и все. У нас если его такой поставить, нам он просто не пройти. У нас там недостаточно, совсем несколько. Давай вот на это посмотрим. Ну вот это уже получено, 2 500. Не, ну это тоже очень большое, это большое для нашего патио. И стол очень большое, да. Это огромный диван и 4 места. И дорого, и большой нам такой не нужен. Хотели посмотреть на ковры здесь, в Костке же не нашли. Но здесь, как и да, намного хуже видно качество, чем в Костке. В Костке классные ковры. Пошли, о, глянь, качели. Типа наших качели. Только на них закручиваться можно. Слушай, а почему они? Пошли посмотрим, так, ради спортивного интереса. Ну, стоит тоже, видишь, 50 долларов, да? Ну, у нас покруче, мне кажется. У нас покруче, мне кажется, оно более удобно, потому что вот на этом долго не полежишь. Да, но на этом можно крутиться. В принципе, как вариант, знаешь, менять те на эти можно было бы, но наше поудобнее. А стоит примерно так же, на 5 долларов дороже. Так, ну вот они тренажеры, да? Ну, опять то же самое. Электрикл, да? За 400. Слушай, ну это, а, это этот, велотренажер, да? Это велик, да. Оба велотренажера. Кстати, вот эти массажеры хорошие. Я все время подглядываю, хочется купить. Вот этот глубокий массаж можно делать, вот этой штуковиной. Да, их много. Да, и в Косток они всегда продаются. Я так поглядываю, но никак что-то не куплю. 60, 80, 250. Слушай, арбузы по 8,98. Ну, выглядит так неплохо, да? Мне кажется, надо в Косток все-таки покупать, там подешевле. Мне кажется, еще не время. Да, еще не время. Нам обязательно надо найти салат «Цезарь». Парочку даже взять, потому что у нас и Соня вдруг начала его есть. Не знаю, почему, но дети его любят. Вот здесь, кто не любит овощи, любит салат «Цезарь». Почем виноград? 6,86 за 3 паунта. Виноград очень даже неплохо выглядит. Хотя мы сейчас заехали, купили клубники много. У нас сейчас клубники дома много. Я просто говорю про количество. Так мало и сколько стоит? 6? 5,32. Так, не будем, наверное, виноград брать? Или будем? Я не против взять виноград, но я такой есть не буду. А, ты хочешь круглый? Мы сейчас посмотрим. Мы сегодня в другом СЭМе, не в том, который мы в прошлый раз были здесь. Два раза дороже, мне кажется, и объем меньше. По-моему, на доллар дороже, а объем тот же самый. Разве? Такие же пакеты, да. Давай два возьмем. Уверен, что свежий, посмотрел. Я хочу вот эту вот капусту еще нарезочку взять. Нашинкованная уже капуста с морковкой. Получается, по цене выходит та же самая капуста, только уже нашинкованная за тебя. Стоит 1,98 доллара такой вот мешочек. Ну что, мы виноград тут не нашли. Пришли в мучную выпечку. Мы хотим лаваши взять. В прошлый раз здесь купили такие классные лавашики. И Коля меня их научил делать с чесноком и с сыром. И это такое объедение, его вкусные. Коля мне два раза готовила, и оба раза Соня у меня отобирала. Да? Соня походит. Так что это? Что это? Если она говорит, что это, это имеется в виду, вы не знаете, если я съем? Ну и взяла еще упаковочку bagels, blueberries на завтрак. Дети любят. У нас дом еще есть, но лишнее не помешает. Вот. Зачем мы еще приехали за это? Крабовыми палочками, крабовое мясо, имитация, как там их назвать можно правильно. Давай две возьмем. Коля какой-то разыскал, а это настоящая, да, 28-98 баночка. Коля какой-то рецепт нашел. Вот эти вот мясо с крем-чизом во что-то заворачивать и обжаривать. Вот. Ну, я не знаю, на видео приготовит он или нет, но нам обещал приготовить. Это вкусно, но я не знаю, как это готовить. Ну, нашли бы на ютюбе видео, приготовили бы, маму порадовали бы. Там работник магазина ходит с телефоном и с каким-то приборчиком проверять свежесть продуктов. Он как-то подходит, щелкает, да, на дату или на что? Нет. Или просто на температуру или на что-то, да? Он на мясо прям наводит и, наверное, температуру изучает. Слушай, я впервые такое вижу. Да, вот эти лаваши. Я не помню, какие мы именно покупали эти, наверное, да? Десять штучек здесь. Теперь 98, даже можно две взять. Потому что у нас они прям как-то... Это порванный пакет. Они как-то у нас сразу летели. Хотя у нас вот что-то понравится. Первый раз ели хорошо, второй раз похуже уже. А на третий раз уже лежит. Ну, надо просто переждать потом будет месяцок. Вот, ну, очень понравилось, очень вкусно. Так, что нам еще понравилось здесь? Так, это вот такая вот грудинка. Мне очень понравилось на сэндвиче использовать... За турки, брасти, мишки? Да, и грудинка индейки запечена, она без всяких там этих, как, консервантов. Вот, и она такая хорошая, вкусная на бутеры. Молочная нам чуть надо? Не, у нас все есть. Так, нам еще здесь понравились сыры эти, сэндклабовские. Здесь хорошие цены, за 2 паунта по 6 долларов. Вот этот мы монстр брали, да? Да. Мы его прозвали монстром. Не знаю, как правильно произносится, но можно прочитать, как монстр. Вот этот пейпер-чак выбрали? Да, можно его еще взять, да. Зашли в полуфабрикат и хотим, во-первых, что-нибудь для себя новенькое взять, посмотреть. А во-вторых, детям очень понравилось то, что мы в прошлый раз купили, и они просили еще купить. Вот, ходим-ходим, нашли какие-то куриные кусочки с соусом терияки. Филе куриное, то есть это, наверное, грудка. Мы ищем то, что Коля просил купить. В прошлый раз понравилось сладкие барбекю, куриные кусочки с барбекю. Кстати, смотрите, френч-тост, эти палочки, Коля нам недавно приготовила. Такая вкуснятина. Может, на видео кое-нибудь приготовят, поэтому сами будем делать. А вот эти макароны мы раньше покупали в Костка, а здесь пропали. Не видели их в Костка больше. Я сама их научилась готовить. Дети говорят, что я готовлю их вкуснее. Я, короче, сымитировала рецепт, поэтому купать не будем. Сама готова, да. Так, ну вот наподобие что-то. Только те были барбекю, а это просто куриные филе в тесте. У нас 58. Что бы сказать, тут мало, да? Ну что, это полтора килограмма, 3 балла. А, ну нормально. Странно, получается, мы не нашли то, что купили в другом сэмсклабе в прошлый раз. Нашли совершенно другое. Получается в разных сэмсклабах разный ассортимент, что ли? Ну уже сколько времени-то прошло? Уже недели три, а то и больше. Потому что обновился ассортимент. Кстати, да, увидели соус. Юм-юм, ям-ям, как он правильно читается? Я не знаю. У него есть стейк. Его с крабовыми палочками совместить можно вкус. Наш Коля любит. Он всего. Разные-разные наливает. Вот человек знает толк во вкусе, в еде. Вот еще нашли. Я вернулась. Пошли уже к кассе, но вернулись. Вот эти колбаски мне очень понравились. У них цена очень хорошая. 10,87 за три вот этих штучки. Она без нитратов, без нитритов. Соляна итальянская, очень вкусная. Ну что, идем платить, наверное. У нас так вот по-скромненькому. Мы до этого заехали в лиду. Ну, еще в этом овощной магазине. И там набрали кучу. А, где мы набрали? Где-то набрали очень много клубники. Но мы сначала в зеленом купили. Да, зеленые клубники. А потом в лиде кое-что. Манго еще купили. Поэтому у нас куча еще сейчас фруктов в машине лежит. Мы не снимали. Цветы красивые. Да, ты думаешь? И запах хороший. А я не чувствую ни запаха, ни красоты. Пошли. Красивые цветы. Да. Все, заплатили соточку, наверное, долларов. 105. 105 долларов. Сейчас будут как-то странно проверять это все, да? Она ходит, щелкает, да, предметом выборочно. И нариси вот на этот, на чек. И получается, что если что-то не совпадет, то будет плохо, да? Нас проверили, ничего не украли. Ничего не сперли. Странно. Как мы так могли? Зря приезжали. Мы как-то настолько привыкли, что здесь как-то все на доверии, да? Вот особенно в Спакене было. Все в обществе было на доверии. А сейчас как-то проверяем. Вот один нюанс, я скажу. Здесь очень многие люди платят кешем. Наличные. И на кассах никогда не проверяют наличными. В Спакене даешь двадцаточку, там ее проверят. И каким-то маркером проверят. И на свет проверят, чтобы вот эта вот полосочка была там вот эта вот. Из чего? Из фальзис какой-то. Здесь даешь там 400-500 долларов кеша. Никто их не проверяет. Кладут в кассу. Зато на выходе из магазина тебя просто чуть ли не через ген пропускают. Так, ну что, друзья. Все на этом все, наверное, да? Разгружаемся, едем домой. Всем пока. Всего доброго, пока.